Почему, хороший вопрос задали, почему мужчины и женщины ругаются или почему мужчины и женщины ссорятся? Что они хотят вообще? Что они хотят? Что они все время друг другу доказывают, кто главный и так далее. Я хочу вам сказать, мужчина, женщины ругаются, чего хотят женщины, нужно сказать. Женщины хотят только одного. Если бы все мужчины приняли бы это для себя и в дальнейшем бы для себя это использовали, а я своих детей, мальчика одного и второго пытаюсь этому обучить, я говорю, что всегда знайте, что женщина хочет только одного. Женщина хочет только одного, чтобы мужчина, несмотря на свое настроение, несмотря на то, как он себя чувствует, ведет, и даже то, что видит, всегда восхищался красотой той женщины, на которую он смотрит. Это единственное, что хочет женщина. Если не восхищаться ее красотой, не надо ей говорить люблю, нужно восхищаться ее красотой. Говорю, какие красивые волосы, какие красивые глазки, и ты сегодня особенно красивая, и какая же ты красивая особенная сейчас, и как же ты красиво лежишь и как же ты красиво разговариваешь такая ты у меня красивая если вас ох какая же ты особенно и ты такая прекрасная как весна и такая весна и ты в этой весне такая романтическая то есть если мужчина восхищается красной женщине ей больше ничего не нужно тогда можно петь песню был бы милый рядом и больше ничего не надо а мужчина вы представляете а мужчина хочет чтобы восхищались его поступками какой ты молодец и принес денежки и мы так ждали этих денежек и ты такой молодец там поремонтировал и мы так любим тебя за то что ты такой вот молодец и кушать ты вкусно нам приготовил и там если женщина восхищается поступками то мужчина восхищается красотой женщины если первое второе имеется эта семья будет всегда великолепной она будет всегда великолепной не надо даже дальше ковыряться ни в чем причем случае если использовать только эти два качества которые очень уникальны и которые являются ключевыми для мужчины почему женщины изменяют потому что женщины находят таких мужчин которые начинают восхищаться ими в интернете по телефону я не знаю где-то на улице у женщин такая красивая я давно этого не слышал от своего мужа и он восхищается мной вот это да он так восхищается мы такая вот красивая да да ты такая красивая красивая вы представляете почему мужчины ищут что-то там но мужчин есть еще проклятие оплодотворители о нем периодически говорю это некое проклятие оплодотворители пока вот не оплодотворит какое-то количество не остановится но говорят в народе есть такие слова на нагулявся по русскому на русском языке не нагулялся человек Вот нужно не торопить, наверное, чтобы нагулялся и потом наплодотворял. Женщины с мужчинами очень по-разному выглядят или очень по-разному воспринимают мир. Мужчина воспринимает мир где-то как, допустим, если мужчина ругается, он в этот момент готов собраться, уйти, разорвать отношения, развестись. Если женщина ругается, то в этот момент она хочет сохранить семью, чтобы все поняли, что она ни в чем не виновата. Женщина ругается, извиняется, мужчина ругается, обвиняет. Хоть мужчине кажется, что в тот момент, когда женщина ругается, обвиняет его, это не так. Женщины, когда они ругаются, спросите через 20 минут, о чем они ругались, они ни слова не вспомнят. Вообще, мужчины, призываю вас, в тот момент, когда женщины ругаются, ничего им не объяснять. А не воспитывайте, не объясняйте и не доказывайте. Почему? Когда женщина кричит, ее мозг отключается. Он не способен в этот момент думать. Дело в том, что женщина кричит чувствами, а мужчина кричит мозгом по-разному. Получается, то, что дают чувства, это может быть набор противоречий, набор обвинений несвязанных. Помните, я говорил, что чувства делают все наоборот. Именно поэтому женщина, она через свои чувства начинает произносить, что у мужчины идет из сознания в рот, и оно транслируется. У женщины из чувств в рот. А помните, я говорил в самом начале, что чувства, они меняются в отличие от сознания и гормонов. И когда чувства начинают доходить до языка, то они превратно все передают. Именно поэтому женщины обычно захлебываются, они противоречивы, они непонятны, они потом не могут понять, что они наговорили. Их чувства, они не то, что они думают. Почему? В тот момент, когда женщина выплескивает чувства, она вообще не способна анализировать и думать. Это просто чувства. И она может быть последовательной набор фраз, вы понимаете? А мужчина это все, ой, что она мне сказала, я не понял. Ничего не сказала. Вообще меньше обращайте внимания. Надо обращать внимания. Если женщина кричит, самое лучшее, что может сделать мужчина, подождать, когда она докричала, и после этого ее обнимать. И самое неправильное, что может сделать мужчина, обидеться и уйти. Вот если мужчина обиделся и ушел, поставьте к себе, как мужчине, напишите, я гомосексуалист. Почему? Мужчина, глава семьи. И он доказывает эту главу семьи. В тот момент, когда женщине, которая кричит, стало плохо, кто ее должен успокоить? Глава семьи. Ну вот докажите, что вы глава семьи. Подойдите и ее успокойте. Мужчина говорит, надо обидеться, пусть она поймет. Это уже по-женски, знаете. Так не должно быть.